Ежегодно в мире выбрасывается до 850 миллионов устройств для вейпинга. Такими данными поделились в научно-исследовательском институте ООН. В них содержится литий, который при неправильной утилизации возгорает. А это опасно не только для здоровья, но и окружающей среды. Подробнее в материале Зауреш Думанкоза. Неправильная утилизация электронных сигарет стала еще одной угрозой для экологии. В их аккумуляторах содержится литий, который относит к опасным отходам. Вес выброшенных только за год уже ненужных устройств, по подсчетам экспертов, равен весу шести эйфелевых башен. В США вейпы составляют больше половины рынка сигарет, то есть за три года их использование возросло более чем вдвое. Их утилизация довольно специфический процесс, потому что имеется некоторая опасность. Только специально обученные люди могут обращаться с этим веществом. Существуют конкретные инструкции по их уничтожению. Для этого нужны лицензии и разрешения. Так что все не так просто. Уничтожение аккумуляторов также важно. Их упаковывают и запечатывают определенным образом. Одноразовые электронные сигареты нельзя дозаправлять жидкостью или заряжать. Устройство нелегко отделить от пластикового корпуса и других материалов, что делает переработку трудной и затратной, а на их разложение уходит до тысячи лет. В результате окружающей среде наносится огромный вред. Думаю, что осведомленность пользователей должна стать ключевым компонентом применения правовых норм, которые необходимы для общества в целом. Как нужно уничтожать эти изделия? Как избавляться от них? Опять же, сам объем того, что продается прямо сейчас, или того, что мы находим на улицах, тревожит. Кроме того, цветет нелегальный рынок. Они находят способы обходить запреты. Опрос, проведенный общественной организацией Material Focus, выявил, что большинство вейп-курильщиков не знают, как правильно утилизировать электронные сигареты. 73% респондентов заявили, что выбрасывают их в обычные мусорные ведра. Зауреш Думан Кызы и Дмитрий Дмитриев, Хабар 24.